А вот бюджетникам в некоторых городах своих зарплат ни в каких недрах не добыть. В Смеле Черкасской области сотрудники медсанчасти не видели окладов уже 5 месяцев, хотя средства на содержание этой структуры из госбюджета были выделены. Доведенные до отчаяния люди перекрыли дорогу. Продолжит Станислав Кухарчук. Чтобы попасть на УЗИ, Людмила Сергеевна заняла очередь еще в 8 утра. На прием попала лишь к полудню. Говорит, людей тут всегда много. Больница славится на всю смелу. Я с человеком весь час тут хожу. Он хвореет у меня. Тут специалисты очень хорошие. Но доброе имя государственной медико-санитарной части не спасло ее от оптимизации. За последние несколько лет в больнице из пяти полноценных отделений местные чиновники оставили только два. Терапевтическая и урологию. Стационар обслуживают и пациентов из соседнего района. В Каменце нет такого леготи. Не могу. Вот такого, как вот тут, то не могу. Там усила сюда ехать. Старшая медсестра отделения урологии рассказывает только с начала этого года. У них пролечились и прооперировались более полутысячи пациентов. Хотя лежали они уже в несуществующей больнице. В конце 2016-го смелянские депутаты просто вычеркнули медсанчасть. Из перечня медучреждений города. Полторы сотни сотрудников уже пятый месяц работают на голом энтузиазме. А началось все в 2015-м. Тогда Минздрав перевел госбольницу на совместное финансирование с городом. За счет государственной субвенции покрывалось две трети необходимой на содержание медучреждения суммы. Остальное финансирование шло из городского бюджета. В этом году госсубвенция составила почти 60 миллионов гривен. Вот только на нужды медсанчасти, которая официально не закрыта, чиновники эти деньги не направили. Мы узнали в середине января. Случайно, что у нас оказывается мы уже никого не обслуживаем. Несмотря на то, что больница полная, все койки заполненные. Доведенные до отчаяния медики в третий раз за последние несколько месяцев перекрыли дорогу в смеле. Ну а что делать? Надо что-то делать, правильно? Или жить без зарплаты? Впервые к медикам приехал секретарь горсовета. Именно Виктор Федоренко выносил на голосование решение о том, чтобы вычеркнуть больницу из списка медучреждений смелые и прекратить ее финансирование. Поясняет, субвенцию разделили между двумя коммунальными городскими больницами. А тех, кто работает в Минздраве, послал в Киев. Если вы числитесь на работе в Киеве или в Смиле, скажите? В Смиле. Нет, вы работаете и приняты в Киеве и в государственный запад, и они вам выплачивают заработную плату. За четыре месяца без финансирования больница накопила долги не только по зарплате, но и по оплате за коммуналку. В конце мая энергетики планируют отключить в учреждении «Свет». Станислав Клухачук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал «Интер». Черкасская область.